Всем привет! С вами снова Тарко и в последнее время вокруг меня начали происходить очень странные вещи. Все чаще и чаще я замечаю недовольных на меня людей. Кто-то с них пилит на меня видосики, кто-то ноет в админразделе, кто-то стучит на меня руководству, а кто-то в открытую на форуме поливает меня дерьмом. Не знаю, с чем это связано. Может это зависть, может это глупость, а может они просто хотят навредить проекту. Но я все же надеюсь, что это банальное неумение мыслить, непонимание всей ситуации и нехватка информации у этих людей. Итак, давайте не будем тянуть резину, а приступим к сути этого видоса. Сразу говорю, я не буду вам показывать все те видосы, которые на меня пилят. Не буду показывать сообщения админов. Не буду заострять внимание на стукачах. А просто покажу вам одно единственное сообщение с форума от обычного игрока. И на примере этого сообщения я попытаюсь ответить всем. Тем, кто считает меня бесполезным ютубером, тем, кто считает, что я высасываю бабло с проекта, тем, кто считает, что Тарко нужно выгнать и многим-многим другим. Итак, смотрим сообщения. Эти ютуберы по факту с таким контентом и не нужны. Сервер и без них свои 500 человек вытянет. Взять того же Тарко год назад и сейчас. Год назад он играл РП, делал видосики, как он работал, прокачивался, РП расследование, лидерку пытался тянуть. Было реально интересно. А сейчас дали человеку админку и тучу бабла, и весь контент скукожился до опостыливших розыгрышей ИМП. Даже видео стал делать тупо нарезки со стримов. На кой черт нужны такие стримеры? Бабосики ИМП админы могут проводить по КД. За что им платить? Нового игрока они этим не привлекают. Все их рефералы это банальные твинки. Снизьте им админки. Пусть займутся контентом. ИМП и розыгрыши оставьте админам. Они же сейчас просто имеют СРП на бабки. Набивают за ваш же счет свою аудиторию. А потом свалят в закат или на другой проект. И это не видит только слепой или дурак. Хватит кормить Ютуб. В общем, как видите, сообщение реально жесткое. И на первый взгляд даже складывается впечатление, что оно правдивое. Прочитав это сообщение, можно реально сделать выводы, что автор реально понимает, о чем он говорит. Что он реально разбирается в ситуации. Что реально знает, какая у меня зарплата. Можно подумать, что автор активный игрок проекта, который реально желает добра проекту. Который хочет, чтобы проект развивался и онлайн только рос. Но нет, ребята. Это не так. И сейчас я вам это докажу. Итак, автор этого сообщения Кейт Десслер. Судя по сообщениям на форуме, это девушка. На революшене она начала играть с самого открытия. Играла примерно полгода, взяла 17 левел и потом ушла из САМПа. Уже больше года она не играет. Нет возможности. Насколько я понимаю, она учится. О чем это говорит? А говорит это о том, что она не играя на САМП РП, не может знать, что у нас происходит на самом деле. Все, что она знает, это слухи и рассказы знакомых. Но это ей почему-то не мешает заходить на форум и создавать злобные сообщения подобного рода. Ну что ж, создала так создала. Давайте на него ответим. Уважаемая Кейт, не знаю с какой целью ты создавала это сообщение, но оно реально выглядит глупо. Давай посмотрим мою статистику. В прошлом месяце на мой промокод было 1449 регистраций и 333 игрока с моим промокодом в прошлом месяце взяли 5 левел. Также на революшене каждый десятый игрок в онлайне играет с моим промокодом. Ты все еще считаешь меня бесполезным? Ты все еще считаешь, что это твинки зарегистрированные ради денег и розыгрышей? Окей. А как ты тогда объяснишь тот факт, что среди этих 1449 регистраций 310 произведены на Лего, Сереборне и 0.2? Это тоже твинки ради розыгрышей? Ой, несостыковочка. Я же не провожу розыгрыши на этих серверах. Так зачем же они там вводят мой промокод? Может быть потому, что я их зову на СамПРП? Или может быть потому, что им нравится мой контент? Нет? Об этом ты не задумывалась? Ладно, продолжим. Вот ты говоришь, что ютуберы по сути и не нужны. Свои 500 онлайн сервер и так вытянет. Ну во-первых, не 500, а 600, 700. А во-вторых, у меня есть яркий пример, как сервера без ютуберов вытягивают свой онлайн. Онлайн на Реборне раньше был всего в два раза меньше, чем на Революшене. А сейчас уже в шесть раз. Так что, вытягивают онлайн сервера без ютуберов? Или ты это написал, а тоже не подумал? Ладно, продолжим. Вот ты говоришь, на кой черт нужны такие стримеры? Это ты вывод сделала, потому что у меня на стриме 100 человек сидит? Тебе кажется это мало? Тебе кажется это смешным? Окей, объясню. Неужели сложно понять? Для проекта не важно, сколько сидит у тебя на стриме зрителей. Не важно, сколько зрителей смотрят твои видосы. Это важно только для развития твоего канала. Для проекта важно то, как ты этих зрителей завлекаешь играть на проект. Стримера могут смотреть и 2000, и 5000 зрителей. Да, не спорю, это круто. Но только толку от этого ноль. Потому что большинство из таких стримеров не могут завлечь свою аудиторию на проект. Зрителям таких стримеров интереснее просто смотреть их стрим. Смотреть, как для них неадекватят и устраивают шоу. А заходить и играть на проекте им неинтересно. Вот скажи мне, кто полезнее для проекта? Я с сотней зрителей, с той из которых в онлайне на сервере играют со мной. Или стример с 2000 зрителей, у которого регистрации на проекте в 5 раз меньше, чем у меня? Я думаю, ответ очевиден. А знаешь, что самое страшное? А самое страшное то, что не только ты не понимаешь этого, но и руководство многих сампроектов. Из-за этого, кстати, многие проекты и закрываются. Они думают, о, давайте возьмем на проект мегастриме, раз двумя тысячами онлайна на стриме, заплатим ему кучу денег и будем все в шоколаде. А по факту, деньги просраны, а Reborn как был пустым, так и остался. Вот так вот. А ты знаешь вообще, что я на проекте на первом месте по промокодам и регистрациям? А ты знаешь, что у некоторых стримеров зарплата за один стрим равна моей месячной зарплате и при этом я привожу больше народу, чем они? Ты об этом знала? Нет, не знала, конечно. Зачем тебе об этом задумываться? Ты просто пришла на форум, чтобы оскорбить и обосрать меня. Ладно, дальше. Тебе не интересны мои стримы? Да, согласен. Для тех, кто просто смотрит, они не интересны. Ты же не играешь в самп, поэтому тебе и не интересно. Тебе не интересно, потому что на моих стримах упор сделан именно на тех, кто готов играть на сервере, а не на тех, кто просто готов смотреть стрим и смеяться с моих приколов. Вы думаете, я не могу на стримах устраивать шоу? Вы думаете, я не могу вести себя хрен знает как и поднять онлайн на стриме в несколько раз? Да все, я могу. Но зачем? Я на стриме хочу быть самим собой. Я своим стримом хочу по максимуму завлекать аудиторию играть на сервер, а не просто смотреть меня и получать удовольствие. На всех уважающих себя проектах уже давно это поняли и смотрят на реальную работу ютубера, а не на количество зрителей у него на стримах или на количество просмотров на его видосах. Я не сомневаюсь, пройдет время и мы к этому придем. Ну, а если не придем, то так и будем сливать кучу денег непонятно куда и в итоге закроемся. Кстати, то же самое касается и видеороликов. Знаешь ли ты, что самый скучный в мире видос по сампу, набравший всего 5к просмотров, может принести намного больше пользы проекту, чем видос от топового ютубера, снятый на отъебись и набравший полмиллиона просмотров? Да хотя откуда тебе это знать? Ты же просто пришла на форум высказать свое необдуманное мнение. Дальше. Что касается того, что я набиваю себе аудиторию, а потом свалю в закат. А знаешь ли ты, что я на СРП начал снимать еще в 2011 году? Да, я надолго уходил с ютуба, не занимался каналом, не снимал самп, но я вернулся. И я вернулся именно на СРП, потому что этот проект для меня не просто проект. Этот проект мне реально дорог и я хочу, чтобы он развивался. А знаешь ли ты, что за все эти годы, что я занимаюсь ютубом, я всего один раз снял видео по САМПу, не на САМПРП. И то это было 100 лет назад, когда я еще не сотрудничал с САМПРП. Да и потому, что меня очень сильно просили мои подписчики. А знаешь ли ты, что мне регулярно приходят приглашения с других САМП проектов и поверь, многие из них намного выгоднее, чем то, что я имею на САМПРП. Но я остаюсь тут, требую от красных обнов, ругаюсь с руководством по поводу зарплаты, терплю частый игнор от руководства, терплю админов-стукачей, терплю админов-завистников, терплю игроков, которым мешают ютуберы. Добился, чтобы на проект взяли новых менеджеров, добился, чтобы этим менеджерам дали зарплату, добиваюсь, чтобы главным админам серверов и их замам тоже дали зарплату. И я добьюсь этого рано или поздно. Зачем мне все это? Может реально не морочить себе голову, а свалить в закат туда, где все это уже налажено и обустроено? Туда, где снимают очень крупные ютуберы-самперы, коллаборация с которыми мгновенно поможет поднять мой канал к 50, а то и к 100 тысячам подписчиков. Туда, где аудитория в 10 раз больше, чем у САМПРП. Туда, где аудитория приучена к ютубу и с радостью будет смотреть и видосы, и стримы. Туда, где игроки радуются каждому ютуберу. Туда, где имя проекта не отталкивает зрителя, а наоборот повышает онлайн на стриме. Туда, где репутация проекта не испорчена глупыми поступками. Эх, ладно, много чего я хочу сказать и много кому, начиная с низов и заканчивая верхами, но промолчу. Надеюсь, эти люди посмотрят это видео и сделают правильные выводы, и наш проект Легенда вернет былую славу. Всем спасибо за внимание, с вами был Тарко, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и играйте в САМП вместе с нами на проекте сампрп.ру на сервере Революшн. Айпишник сервера и промокод решетка Тарко в описании под этим видео. Всем пока и всем удачи!